Старт ракеты «Ариан-5». Запуск центрального двигателя и через 7 секунд отрыв. С космодрома Куру во французской Гвиане в космос отправилась самая мощная ракета Европы. Экваториальный космодром Куру – самое удобное место для запуска ракет. Поля падения, просторы Атлантики. А дополнительную силу ракете дает сама Земля, ведь на экваторе планета вращается быстрее. Куриана – сплошные джунгли. Выделяется только космодром. Огороженная территория с жесткой пропускной системой. Колючка и высокие корпуса для подготовки ракет. Все основные коммуникации под землей. Здесь можно всех защитить от дыма и газа, которые есть на старте. Сюда компоненты топлива никогда не попадут. Центр запуска – бетонные стены и герметичные двери. В день старта за 7 часов до пуска включаются все системы. За этим пультом – пускающий, так его называют в России. Здесь на Куру – шеф миссии. Ключи запуска – их два. Горящие лампочки говорят о работе системы. Зеленое – всем в норме. Красное – нештатная ситуация. Нет, это не весь бункер пуска. Есть еще здания и системы, о которых мы не имеем права говорить. Секрет. Спутники и ракету готовят сотни специалистов. И всех их в лицо знает Реми Паран, старейший кладовщик старта. Он еще выдавал одежду для пуска «Ариан-4» в 90-е. Посторонних он точно не пустит. По крайней мере, не выдаст спецодежду. У нас вся одежда специальная, чтобы снимать статическое напряжение с рабочих и сохранять их здоровье при подготовке ракеты. «Ариан-5» – самая мощная ракета в Европе, 50 метров высотой. Собирать ее особенно сложно из-за погодных условий. Тропические ливни и сильные ветры – причина частых переносов пусков. Ракету собирают вертикально, под крышей. Наверху сейчас ракета и спутник тоже там. Вот так собирается самая мощная европейская ракета «Ариан-5». Не как принято в России горизонтально, а вертикально. Впереди заправка и дорога на старт. Именно в таком вертикальном положении она и отправится к пусковой установке. От места сборки до старта всего несколько километров. Ракету везут очень медленно, так как часть ее блоков уже заправлена. По двухпутной железной дороге доставляют на пусковой стол. На старте «Арианда» заправят. Заправленная ракета весит почти 750 тонн. Основное топливо сгорает при старте. Выйти специальные шахты, газоотводы, уходят все продукты горения и даже шум. А этот фонтан воды – система инжекции, чтобы подавить пламя. «Это наш центр управления. Отсюда мы ведем наблюдение за всеми пусками. Все видим и все знаем». «ЦУП» такой же, как и в России. Даже кресло для наблюдающих тоже красного цвета, но экраны меньше. «Совсем недавно мы тоже были в ЦУПе, в Москве. Мы обменивались опытом. Конечно, все центры управления похожи друг на друга. У нас одна задача и одна общая цель». Вскоре на этих экранах появится и российский носитель. За ракетой «Союз», которая уже в следующем году стартует с «Куру», будут наблюдать тоже отсюда. Работы станет больше. Планируется, что российские ракеты будут стартовать четыре раза в год.